итак очередной прямой эфир из пляжа гофра сектор 11 команда перфекты два члена команды бьют баклуши как всегда один член команды на закате опань как ножкой красиво он сделал мой как упала рядом не получил но всегда когда снимают я знаю в интриге а окей ну ты не смотри мою сторону просто перестать позировали то ножку отставил ты далеко не звезда вам слава пишет перфекты вперед спасибо слова мы стараемся поверь мне вот столько дней сколько мы здесь мы стараемся изо всех сил мы более оси когда же палатку не загоняем кормит а и корм уже пришлось даже вот буквально вчера вернуться как говорится в истоке карпфишинга пытаться вспоминать чего мы начинали пробовать даже эти методики но к сожалению как бы ничего не приносит результата настроение хорошее мы стараемся мы пытаемся мы надеемся всяком случае all is perfect all is perfect так что как бы мы еще ждем время есть время есть то есть при сегодняшней таблице один карп я бы сказал даже не один карп один заход рыбы сектор то есть мы сделали максимум для того чтобы она здесь задержалась хотя бы на час люди которые занимаются карповая рыбалка прекрасно понимают что за час можно много рыбы наловить тем более все к этому готово и принципе то есть при сегодняшней таблице все может измениться очень даже кардинально снять а что ты снимаешь то есть на сегодняшний день вы обратите внимание прикормка прокол проверено 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 то есть если рыбы едят если коты едят рыбу а рыбы едят прикормку значит мы на правильном пути все правильно молодцы рыб на кошках тренируйте я понял ну вот да на кошках мы тоже тренируются ну вот такие вот он видела опа в двери какие у нас красоты народ смотрите товарищи смотрите какой у нас кинерет какая у нас погода и это конец января завтра буквально после этого февраль у вас там снег мороз лед стужа вы обратите внимание что даже несмотря на то что мы сидим еще с нулем в общем не было зачетной рыбы но рыба была у нас выловили сама у нас были карпики 460 килограмм 580 грамм 460 грамм 580 испугался но единственное удовольствие как бы несмотря на непродуктивный день это каждый день просто неповторимые закаты снимать не переснимать до снимать не переснимать и один раз снял вот я буквально при тем как андрей зашел сектор еще раз снял это просто непередаваемые закаты особенно когда намечается ветреная погода и начинаться сиреневые закаты ребята надежда появляется израиль красивый всегда и везде но кинеры особенно красиво именно зимнее время года потому что все зеленый он полностью покрывается зеленью прозрачный воздух смотрите кинеры просматривается такая трава налево желтенькие типа одуванчики но это не одуванчики но похоже ну какие-то наши цветочки да красота покойство умиротворение те команды которые все-таки наберутся можно сказать смелости и приедут в следующем году пожалуйста приезжайте гарантировать рыбу никто не может но ну кайф получите удовольствие просто неимоверно это 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 отпечатается в памяти на всю жизнь вы можете здесь побывал я имею ввиду только те только позитив тем более что здесь очень доброжелательные люди окружала если вы смотрите стримы колесникова он очень лестно относятся о стране вообще и о людях которые здесь я так думаю что как бы этот человек у многих карпятников авторитете вы к нему прислушаетесь так что welcome welcome to israel welcome to kineret вот так а мы стараемся мы будем продолжать у нас есть еще время полчаса осталось кормление у ребят принципе а чё кормить там уже дома закормили столько что если рыба подойдет и смотри немножко поминали тактику сегодня немножко попасть попытались почистить сектор дать немножко другое надо пробовать надо пробовать смотрите ведь нельзя мы делаем турнир 125 часов это же мы к этому пришли нет не просто так вот захотели сделали мы пришли к этому именно по причине того что в нашем водоеме чтобы раскачать сектор очень часто нужно минимум три дня до трехдневное соревнование 72 часа при всем как бы уже не к фипсу его правилам сожалению у нас срабатывают очень плохо дело в том что несмотря на то что огромная плотность рыбы все-таки очень большая в кино ну так и водоем какой по объем на это огромное озеро и тяжело сказать каком секторе сегодня будет рыба то есть если посмотреть по турнирной таблице те сектора которые всегда были ну не всегда многие годы были фаворитами сегодня сидят практически в нулях то может быть по одной рыбке что в общем-то для меня как бы нонсенс дуги дуга цей лода вообще нереально что там вообще которые люди в общем-то мечтали бы попасть да и плясали от радости когда вытаскивали шарик с этим сектором очень радовались но к сожалению ничего не могут в этом секторе сделать опять же я смотрите живо сказать как ходит пунктон как ходит сардина как ходит сейчас рыба как она подходит к берегам к тем скажем так нам знакомым точкам у рыбы то свои точки то есть тяжело сказать я грешу на единственное что слишком быстро поднялась вода и рыба не успела просто чисто анатомические физически поменять свои маршруты миграции достаточно высокое давление до рыбы не очень комфортно внизу сегодня получается так что рыбе нигде не комфортно посмотри стоят мелкие берега вот к примеру я не помню кую саши юки леса сектор то есть он всегда был в призах то есть там можно было вытягивать рыбу и там рыба всегда есть это можно сказать даже не опираясь на карпятникова опираясь на рыбакова которые приезжают именно ловить бури и на фоне там общей рыбалки он может поймать пять бури и обязательно одного карпа и довольно таки близко от берега в пределах 40-30 метров то сегодня там ноль сегодня там ноль мы стоим можно сказать на комфортной глубине для рыбы от 7 до 8 метров и все равно то есть как бы сегодня я единственное что грешу что настолько быстро течение даже не месяца от двух с половиной двух недель очень быстро поднялась вода рыба не успела еще поменять свои при я вам кстати хочу напомнить что то же самое произошло во франции на чемпионате мира 16 года когда мы туда приезжали на тренировки уровень воды был ниже на полтора метра чем когда мы приехали начал чемпионат да и там уровень воды поднялся очень быстро и реально там как бы результаты были достаточно плохие у большинства к сравнению с тренировкой тренировка была просто шикарная в любом месте куда бы ни ставили там ловили карпа и не маленького по 12 15 16 килограмм самом турнире человека было видно рыба плохо на это реагирует смотри это опять же как ни крути все лотерея поэтому я государственной лотереи не играю вообще я тоже давно не заполняли никаких бланков не с моим счастьем говорится не но я выиграл две книжки как закаляла сталь под нахватила это серьезно да заявка была такая но машину не дали мне был один раз я проиграл зарплату на крещатике был когда-то под я не знаю сейчас он есть или нет подземный переход от бульвара шевченко на бессарабку у меня недалеко там был офис где получил зарплату и в общем в этом переходе я ее на лотерея спорт лотереи вот этот спринт был по рублю я оставил там всю свою зарплату в общем и боялся идти домой после этого с государством не играю в азартные игры понятно ну хорошо играю ребята я по-любому уже буду других секретах темноте конечно но огромное вам спасибо спасибо за визит его очень база визит и всем командам я желаю за эту ночь еще продвинуться по турнирной таблице естественно и нам в лице всех остальных команд всем кто не ушел от нуля обязательно уйти не портит нам статистику желательно вон окажем не дадим диплом в общем всем не спокойной ночи и не хвоста не чешуи ребят продолжайте кстати стасик присоединяется и еще один кадр нашего прекрасного заката смотрите какая гладь и где-то там прыгает рыба как сказали джеты 303 метра 303 метра за за буйком там она про ее 300 метров стоит за буйком где-то она плещется на вот там она вся туда мы не сожалению даже такой монстр как дима лаврененко до буйка не доставил спасибо всем кто смотрел кто будет смотреть записи как говорится заходите на наш сайт заходите на наш канал в ютюбе бывает у нас интересная информация ну и приезжайте к нам приезжайте к нам гостя есть интересного и да пожалуйста приезжайте в гости будем рады вас видеть будем помогать чем сможем добро пожаловать спасибо за всем и до свидания до следующей И команды.